В эту пятницу отметили Всемирный День Сна. Состояние абсолютно необходимое любому из нас. Но, согласно статистике, земляне катастрофически не высыпаются. Сонливость назвали глобальной эпидемией, которая угрожает здоровью и качеству жизни населения планеты. Но, чтобы спать спокойно, мало иметь чистую совесть, уверены медики. Нужно стать хозяином своего сна, как выясняла Мария Богомолова. Настало время, когда ночные кошмары не будут мучить людей. Теперь любому под силу стать хозяином своих снов. Перспективы впечатляющие. Пока тело мирно спит в кровати, сознание изучает виртуальные миры. Путешествия в различные уголки Вселенной, прыжки во времени, встречи с великими людьми прошлого. Всё это обещают нам центры внетелесных путешествий. Нужно только научиться управлять своими снами. Контролировать сны и опознавать себе, что я вижу сон. Это психология. Там ничего сверхъестественного, ничего оккультного, ничего нет. Это точно. Этих людей называют внетелесными путешественниками. Днём они живут обычной жизнью, а по ночам бороздят просторы параллельных миров. О фазах сна слышал, наверное, каждый. Их несколько. Но только в фазе быстрого сна мы можем видеть сновидение. Это и есть порт для отправления во внетелесное путешествие. Человек при помощи специальных техник засыпает. Но во сне остаётся в сознании. Он понимает, что спит, и всё, что его окружает – сон. Тогда и начинается самое интересное. Это и есть вторая жизнь во сне, где человек – творец, и всё подчинено его желаниям. Здесь не действуют привычные законы, и происходящее ограничивается лишь фантазией. Тётка, себя абсолютно осознаёте, да, то есть что это означает? Мы с вами сейчас сидим и разговариваем, да, мы находимся в реальности. Я могу пощупать стол. Стучу по столу, то слышу абсолютно такой же звук и почувствую то же самое в пальце. У меня присутствует набор из всех пяти чувств. Отличить от реальности по ощущениям практически невозможно. Точное сходство сна с реальностью обеспечивает наше подсознание. Мы даже не догадываемся, сколько информации там хранится. Во время бодрствования она недоступна, но когда человек спит, подсознание полностью открыто. Доступны все образы, звуки и ощущения, которые человек, пусть и мельком, но когда-либо видел, слышал или чувствовал. Даже если наш обычный слух чего-то не услышал, подсознание, оно слышит всё, что вокруг нас происходит. И когда вы попадаете в фазу, например, вы не помните, что вы что-то слышали о Египте, просто знаете, что есть Египет. В фазе вы попадаете в Египет, и там всё на 99% как минимум, в точности, как есть на самом деле. В нетелесные путешествия многим уже заменили путешествия реальные. Никаких денежных затрат и никаких ограничений в пространстве и времени. Можно пости динозавров, слетать на Марс, лично спросить у племени Майя, где продолжение их календаря, или, к примеру, спасти Жанну Д'Арк. Область практического применения, она настолько колоссальна, что от неё захватывает дух. Любопытно, что изучением в нетелесных путешествиях заинтересовались США. Там набирают волонтёров со всего мира, чтобы сделать управление с нами доступным любому желающему. А в Германии вплотную занимаются расшифровкой осознанных снов. Уже разработан алгоритм, помогающий считывать образы, которые обрабатывает мозг. То есть понятно, о чём человек думает во сне. Что дальше? Чтение мыслей бодрствующих? Я осознавала, что я не сплю, но я не могла открыть глаза и пошевелить рукой. И это страшно. И это навеивает панику. И чем больше я боролась с этим состоянием, тем страшнее мне становилось. В России с помощью осознанных сновидений некоторые психотерапевты лечат фобии. В управляемом сне пациент лицом к лицу сталкивается со своими главными страхами. Кому-то удаётся забыть о них раз и навсегда. Путешественники во сне моделируют ситуации из реальной жизни, задают вопросы начальству и опытным путём находят верное решение. Наяву, как они уверяют, многих ошибок удаётся избежать. Однако некоторых психологов пугает сочетание нескольких реальностей в сознании одного человека. Вдруг путешественник перепутает сон и настоящую жизнь. Думаешь, я в фазе или это по-настоящему происходит? Учёные предостерегают. Практика осознанных сновидений и её последствия не до конца изучены. И чем закончатся игры с подсознанием, не возьмётся сказать никто. Осознанные сновидения оставляют сознание включённым в реальности сна. Да, сознание там может руководить образами и творить свою реальность из материала сна, поэтому ощущает себя более свободным, оно играет с подсознанием. Однако такие эксперименты опасны. Они могут разрушить личность, в которой всегда должен быть баланс того, что для неё возможно и невозможно. Сами путешественники уверены в безобидности своей техники. Более того, они утверждают, что осознанные сновидения могут исцелять, помогают преодолевать комплексы и даже похудеть. Не является ли это каким-то наркотиком и заманухой? Понимаете, природа, она очень умная женщина, так скажем. Есть инстинкт самосохранения человека, и вот все наблюдения, они показывают, что невозможно обмануть природу, невозможно обмануть природу человека. И если вы в каком-то мире, да, из какого-то пытаетесь мира уйти, допустим, из этого мира, так сказать, стремиться к тому миру, то наступает какой-то перекос и диссонанс. И вас, опять же, та же самая природа, инстинкт самосохранения, просто выбрасывает из этой практики. Россияне относятся к осознанным сновидениям с любопытством. Многие уже сегодня с легкостью проникают в глубины своего подсознания. Они пробуют с помощью технологий осознанных сновидений прорваться в дежавю. И если у них это получится, то под контролем окажутся не просто чьи-то сны. Под контролем будет наше будущее. Мария Богомолова, Олег Орлов, Валерий Максимов и Денис Корнев в Центре Событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...